Стритбол или уличный баскетбол появился еще в 50-х годах прошлого столетия в бедных городских районах. Его отличие от обычного баскетбола в количестве игроков. В стритбольной команде их всего три и атакуют они одну единственную корзину. Сегодня уличный баскетбол очень популярен, что и доказали жители поселка Монина, которые в субботу собрались в молодежном спортивно-патриотическом центре «Крылья» на ежегодный турнир по стритболу «Снежный мяч-2020». Уличные правила, стритбол вообще уличная игра, но как погодные условия у нас не позволяют, мы играем в зале. Играются без персональных фолов, игрок может получать фолы сколько угодно, до технического фола, который если будет грубое нарушение, после этого он будет удален с площадки. Правила в стритболе довольно просты. Игра идет 10 минут чистого времени, либо до 21 очка в пользу одной из команд. Играют спортсмены специальным мячом 3 на 3. За дальний бросок засчитывается по 2 очка, за обычный по одному. В турнире приняли участие 8 команд. Сначала играли групповую стадию, то есть каждый друг с другом. 4 сильнейшие команды вышли в полуфинал. И далее на выбывание до победы. Для молодых людей подобный турнир – отличная возможность заняться любимым делом. На соревнованиях собрались как те, кто профессионально занимается баскетболом, так и те, для кого его уличная версия – просто хобби и занимательное времяпрепровождение. Первые две игры уже сыграли успешно, но тяжелые игры идут. Но дальше, надеемся, будет лучше. Игры идут очень долго, продолжительно, и нужно выносливость, хорошую выносливость иметь. Спортивная школа Олимпийского резерва. Баскетбол, да. Профессионально. Да. Что самое сложное для вас в игре? Самое сложное? Да нет, наверное, ничего сложного. Просто надо играть, играть, играть. Усердно. Еще одной особенностью турнира стали довольно необычные названия стритбольных команд. Игроки вдоволь пофантазировали. Так, например, первое место в соревнованиях заняла команда «Давай, Игорек», названная в честь одного из игроков, который для всех является хорошим другом. Лучшим игроком турнира «Снежный мяч-2020» был признан Алексей Ларионов. Все участники соревнований получили сладкие подарки, а победители – заслуженные грамоты и медали. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.